Добрый день, шановные семры. Мы находимся в Новом замке у Грузинского историко-картеологического музея. И сегодня я познакомлю вас с такими интересными экспонатами, которые называются Дагиратып и Панатып. Это такие наиболее ранние способы выработки фотографических выявлений. А когда вы будете докладывать, то Дагиратып является первой признанной фотографией. Еще в 1839 году француз Луи Дагир выносил такой интересный способ. Именно он был признан, не смотря на то, что в этот час очень много фотографов, очень много народов занимались тем, что пробовали выносить такой способ. Вот. Ну, чем же случался этот способ Луи Дагира, который был назван Дагиратып? Спочатку далась металличная пластинка, в частности это была метель, была латунь, в идеальном выгляде это было серебро. Когда пластинка была медная, на нее наносился очень тонкий слой такого серебра, очень гладко шлифовался до люстеркового выгляда. После чего держалась пластинка под парами йоду, альбо брону, альбо йоду и брону по шарде, вставлялась в специальную камеру и начинала экспоноваться. Альбо таким чином назывался процесс этой изъемки. После этого брали пластинку, держали над парами на картуте и отрывалась выява вот такая на металле. Это был необычный выгляд, потому что для тех, на эту пластинку нужно было под разными углами. В зависимости от угла это был альбо негатив, альбо позитив. Это была одна со складами с этой дагератыпу. Дагератыпы были вельми, вельми такими хрупкими, их требовало было отрывать под штулом. Выява могла быть пошкожена альбо она вот любым дотеком руки, и это привело до того, что дагератыпу заховался вельми мало. На территории Беларуси докладно неведомо, кто-нибудь занимался вырывом дагератыпу, потому что однольче у друскенники проезжал майстер, приезжий майстер и занимался вот такими сдымками. Взяв очень такой зябель, как дагератып, мы можем видать, как выглядали такие люди, как, например, Авраам Линкольн, альбо Джон Браун, ну и коллеги, например, ведомый российский поэт Пушкин прожил на пару годов в бой, что мы так ладно могли видать, как он выглядит. Процесс выработки гератыпов был вельми складан, и тому он поступово начинал вытесняться иншими способами. Один из таких наиболее распространенных – это был такой колодийный друг, колодийный рощин, с допомогой которого делали все эти ямы. Это была такая клейкая масса с эмульсией, у которой додавались светоотшевальные компоненты. В основном это было серебро, некие соли, и наносилась эта эмульсия на шклянную пластинку под уздением светла, и она начинала проявляться. То есть, как раз отремлялся негатив, и потом вздымались на этой шклянной пластинке и переносили. Альбо на металл, альбо на иншее шкло, ники, иные материалы. А когда переносили на ткани, то таки тып фотосдымков назывался панатып. Он был так само достаточно хрупкий, но процесс его выработки занимался значительно меньше часа, чем в случае с дагератым. Но лечилось, что на 50 раз лучшее, это можно было срабить. Но эта эмульсия наносилась на пластинки непосредственные перед съемкой. Поэтому это ускладняло процесс выработки фотосдымков за фотолабораторами. А ленинграничных это основали вандроны фотографы, которые ездили по ярмарках, по неких святах. За ними тягнулася такая великая брычка, где у всех химических компонентов, у всех шклов, фотокамеры заховывались. Негалично то, чтобы на ткани были больше популярны сзади гераттыпы. Тканина это международный материал, заховалась их очень-очень. Так же неважно цена территории Беларуси. Сдымал кто-нибудь в такой технице, цена. Или в нашем музее заховываются по одним из сложных прикладов. Отзначенных ранних способов фотозъемки. Перед нами дагераттып, перед нами панатып. На них можно увидеть выявленную шину в форме, с некими узиками. Дагераттып заховывался больше, панатып заховывался лучше. Можно разглядеть мужчину у кавалерийской формы, у конфедерации. Ну и это достатково жидкие и уникальные предметы. Мужчина, когда-нибудь мы сможем их вам продемонстрировать на наших музейных выставках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...